Добрый день! В этом видео хочу показать вам две игры. У них просто потрясающая задумка, но перед этим буквально небольшое лирическое отступление по поводу моего первого конкурса. Я благодарна всем, кто поучаствовал, большое вам спасибо. И вот эту книгу буквально на днях я отправлю по почтовому адресу, там, Почта России или транспортной компании, в зависимости от того, где вы живёте. После того, как мы спишемся с вами, я тут же всё отправлю. Надеюсь, вы живёте в России. Я вот как-то забыла этот момент уточнить изначально. Ну, будем как-то выкручиваться в любом случае ситуацией. И ещё я хочу подарить вот эту книгу «Уроки логопеда». Книга отличная по своему наполнению. Здесь есть стихотворения, рекомендации, пальчиковые игры и всё-всё-всё. Я надеюсь, моей подписчице она понравится. Хочу подарить я её своей подписчице, которая пишет мне комментарии от имени Елизавета Шиганова. Пожалуйста, свяжитесь со мной на электронную почту, пришлите мне свой почтовый адрес. Хочу подарить вам. Мне кажется, вам с дочкой очень понравится. Почему я хочу это сделать? Вы знаете, мне очень трудно находить время для съёмок, для ведения канала. Потому что, как выясняется, во-первых, это не 10 и не 15 минут времени занимает. И находить это время мне крайне тяжело. И когда я только начала вести свой канал, начала его вести совсем недавно, я не понимала, нужно это кому-то, не нужно, и самой мне это нужно или не нужно. Но вот, когда вы мне пишете, комментируете, задаёте какие-то вопросы, я понимаю, что я делаю это не зря. И вот хочется мне вас таким образом отблагодарить. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, делайте запросы мне. Я стараюсь всем отвечать. Вот сейчас буквально я буду записывать на днях видео для возрастной аудитории детишек после 5 лет. Потому что у меня там накопилось несколько запросов. Буду всё отснимать. Спасибо огромное, что пишете. Спасибо большое, что смотрите. А теперь давайте непосредственно к видео. Две игры от компании Iris Press. У меня есть от этой компании IQ Lato. Я его как-то показывала. Позже ещё покажу, потому что я там объединила в определённую категорию. Здесь хочу показать IQ кубики контуры. И IQ кубики уши, лапы и хвосты. Начну я, наверное, вот с этой игры. Она на возрастную аудиторию от 3 до 5 лет написана. Но я бы начала с 8 месяцев. Здесь кубики, 12 кубиков. Они разбиты по категориям. То есть у кубика 6 граней. И, соответственно, вот в красной рамке тут домашнее животное, в голубой морское, в оранжевом птице. В зелёном у нас дикие животные, в жёлтом насекомые. И вот так они разбиты. Но мы же не будем до 3 лет эту информацию как-то оттягивать. Тем более первые занятия, методички в самой, они нацелены как раз на ознакомление с этими животными. Что мне нравится? Мне нравится то, что здесь можно животных объединить в семью. То есть здесь есть и мама корова, папа бык и телёнок. То есть мы можем изучать, как, какого детёныша зовут, разъединять их по семьям, объединять по категориям. То есть на первоначальном этапе, если вы начинаете с маленьким ребёнком заниматься, благодаря этой игре вы можете научить ребёнка называть животных, группировать их. Потом группировать по каким-либо признакам, различать их по каким-либо признакам, находить сходства, различия. То есть вот здесь всё это в методичке описано. И есть очень много заданий. Вообще, в принципе, здесь указано, да, где тут вот. 50 игр для развития интеллекта. Конечно, 50 игр – это прям с натяжкой, потому что встречаются однотипные игры. Но однотипные игры нам тоже нужны для чего? Потому что у какого-то ребёнка одна игра зайдёт, другая не зайдёт. И игры могут быть вроде бы похожи, но вашему ребёнку она не понравится, а другому ребёнку понравится. Поэтому мы предлагаем всё, рассматриваем все варианты. Что больше всего мне не понравилось и в этой, и в той игре – это качество самих кубиков непосредственно. Вот они у меня на тестировании, ну как на тестировании, я их сама приобрела, и вот тестирую и показываю. Вот уже начинаются наклейки, вот эти отглепать. В плане качества, конечно, не очень. 230 рублей, по-моему, каждая игра стоит. Ну вот эти кубики, например, я покупала за 60 рублей, и у них качество гораздо выше, чем вот у этих. Я не думаю, что это всё так завязано на цену, потому что есть и недорогие качественные вещи. Я думаю, что это просто недоработка. Может быть, это моя партия такая была бракованная, но качество не могу вам рекомендовать. Поэтому, пожалуйста, если вы купите, не ругайте меня, если они у вас расклеятся быстро. Я почему решила её показать и рекомендовать из-за этой методички? В методичке очень много игр из различных методик, потому что, когда мы покупаем какую-то игрушку, ну вот обычный родитель, да, ну вот купили мы кубики просто ребёнку, и что мы будем смотреть? Так, вот эту игру я возьму по кубикам у Зайцева, вот эту я возьму игру из методики Никитиных, вот эту я возьму из методики восприятия цвета. Нет, ну откуда рядовому родителю знать, что откуда брать? Это, например, вот я просматриваю методичку, я понимаю, так, вот эти задания у нас из этой области, вот эти задания у нас из этой области. И мне проще ориентироваться, но так, что хочу сказать, даже если у вас вот эти кубики не доживут до трёх-пятилетнего возраста, вот по этим заданиям, а вот эти задания очень полезные для ребят, для детей, для школьников, вы можете заниматься абсолютно по любым кубикам, да, главная методика. Особенно мне нравятся вот такие задания, это первое конструирование, это Никитин, чистой воды, да, методика Никитина. Я считаю, что это лучшая методика для развития у детей логики мышления, навыков конструирования, проекции и так далее. Вот, поэтому, покупая вот эту методичку, вы, по сути дела, покупаете, точнее, покупая вот эту игру, вы, по сути дела, покупаете, да, методичку, кубики, я думаю, быстро будут из строя, выходить хорошо, если их на полгода, на год хватит, вот, но вот в любом случае она того стоит, потому что заниматься по ней можно много лет, и в ней есть задания на развитие речи, то есть ребенок учится составлять небольшие рассказы, в ней есть задания на конструирование, на составление фигур, причем не только по схеме, но и на слух, что тоже очень важно. Потом, что тут еще есть? Ну, счет, это, понятное дело, мы учимся считать там в пределах 10, на конструирование, причем как в плоскости, так и в пространстве, да, и что еще? Здесь есть задание на определение положения в пространстве, сверху, снизу, слева, справа, в общем, вот уже прям замахала этой книгой перед вами, и быстренько вторую игру покажу. Вторая игра из этой же серии, да, IQ кубики, контуры. Если кто знает игру Колобок Следопыт, то вот эта игра, кубики эти, она ее аналог, но по своему наполнению, вот, она вот в разы круче, чем Колобок Следопыт. Колобок Следопыт, бандибоновская игра, достаточно дорогостоящая, около полутора тысяч, по-моему, она стоит. Ее хватает ненадолго по возрастному диапазону, да, потому что, ну, полгода в нее ребенок поиграет, освоит ее, и вы ее уберете, отложите, так же, как операция перехват, они не долгоиграющие в этом плане. Вот эта игра более универсальная. Также здесь 50 игр, здесь тоже, причем, сначала простые идут задания, которые выполняются непосредственно вот в самой коробке. Это тоже вот квадраты Никитина, не квадраты, а как сложи узор игра у Никитина. Вот это адаптированная для непосредственно клюкубиков. Я вот буду показывать игру сложи узор Никитина, но если у вас есть вот эти кубики, то, в принципе, сложи узор вам и не обязательно покупать. Потом есть вот такие, на плоскости, с заданиями, и есть, сейчас покажу, в пространстве, уже на пространственное мышление задачки, и вот они более сложные, чем те, которые, то, что это тоже, в принципе, по Никитину сделано, но здесь в чем еще усложнение, в том, что при этом должна сохраняться линия лабиринта. По сути дела, тоже это развитие логики, мышления, конструирования, схемы, на слух, в плоскости, в пространстве. То есть во многом она похожа на игру первую, но все-таки они разные, потому что здесь мы строим дорожки. Она указана от 4 до 6, я начинаю пробовать ее с 2 лет на детках просто на составление путей, да, чтобы просто использовать как, ну, типа доминошек, чтобы у нас дорожки сошлись. Для чего вообще нам нужно обучение вот этим вот лабиринтам, для чего нам нужно строить и конструировать вот эти дорожки? Очень часто родители школьников жалуются на такую черту у детей, то, что ребенок умный, сообразительный, но допускает совершенно глупые ошибки. Он может, например, не в том месте запятую поставить в решении примера, а ошибиться, в каком цифру перепутать местами, еще что-то. Все это решается, и в нейропсихологии мы предлагаем такое решение, как прохождение лабиринтов. Мы даем детям лабиринты, и ребенок проходит их сначала, водит пальчиками, потом просто глазами отслеживается. Межполушарные связи работают, работает концентрация внимания, работает координация, и вот все-все-все. То есть, вот как один из методов устранения вот этого вот дефекта, скажем так, это прохождение лабиринтов, оно очень-очень эффективное. И вот здесь, как раз вот в этой игре, это есть. То есть, вот эту игру я буду даже младшим школьникам давать, у которых есть вот проблемы с концентрацией внимания, потому что она реально будет отрабатывать этот надпи. Конструировать и проходить лабиринты – это очень важный навык в развитии не только математических способностей и логики, но и в развитии внимания, мышления и межполушарных связей. Поэтому я вам решила вот эти игры показать, несмотря на их сомнительное качество, вот фактическое, качество пособий на высоте. Поэтому обратите внимание, они достойны вашего внимания. И ссылки оставлю, я на Озонник заказывала. Надеюсь, будет вам полезно. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.